Здравствуйте, я Виктор Маслов, изобретатель экологичной бани Маслова. Сделал для себя первую баню на принципе русской сводовой печи. Ко мне приезжали гости, им очень нравилось такое тепло, и появились у меня первые заказы от моих близких знакомых. В моей бане можно париться по-русски, причем даже с талеваром. Для этого специально разработан жарогенератор. Я его назвал не парогенератор, а именно жарогенератор. Потому что он выдает температуру пара водогаза при высокой температуре, порядка 400 градусов. И выходит не пар в виде тумана или чего-то, выходит жарогенератор именно очень горячий воздух, перегретый. Вот, этот воздух собирается под потолком, банщики называют паровой пирог его. И этим, зачерпая вениками, этот горячий жаркий воздух на потолке, опускает на пару ему и парит так же, как в обычной русской бане. Такую баню можно построить не только в салоне красоты, в каких-то гостиницах, в коттеджиху, в хорошем. Ее можно строить, даже мы строим в квартирах. В небольших квартирах, но только единственное условие, чтобы в современной квартире достаточно электроэнергии, там электроплита, кондиционеры обычно включают. Если в этих квартирах есть подвод для электроплиты и кондиционера, то этой мощности электрической хватает для того, чтобы сделать баню. Нужно, чтобы само парильное помещение было отделено неким предбанником-шлюзом. Пусть это будет сам узел какой-то, да, где будет умывальник, унитаз и работает все время вытяжка во время пользования баней. То есть пар должен сразу удаляться и не попадать в квартиру. Не обязательно каждый день париться. Париться можно с гостями раз в неделю, с вениками, с жарким паром. А прогреваться, как и потеть, нужно, как и зубы чистить, нужно каждый день. Человеку, чтобы быть здоровым, нужно выделение токсинов и шлаков, очистка организма. Особенно больным или, значит, людям, даже беременным женщинам, даже роженицам, которые только родили, у них идет гормональная перестройка, им нужно потение, комфортное потение, без напряжения, без нагрузки на здоровье ежедневное. Тогда человек будет здоровым и окупится все затраты на эту баню, потому что здоровье дороже. Под керамической облицовкой находятся либо электрические, либо водяные нагреватели, которые нагревают эту керамику. Нагреватели разбиты на отдельные зоны. Голова, спина, ноги. Пол отдельная зона. Низ стен отдельная зона. Середина стен другая зона. И так много зон до потолка. Стоят датчики температурные. И можно независимо в этих зонах задавать температуру, которую пожелает пользователь. Если отправить смс-ку себе на дачу, если у вас дача и вы выезжаете из города, договорились с друзьями через час приехать и попариться, чтобы вы приехали и не ждали, когда согреется, заранее отправить смс-ку, включить баню. И проконтролировать ее нагрев, получая обратную температуру, которая там в данный момент. Можно также ее выключить. То есть эту баню можно включать дистанционно. Итак, если вас заинтересовал мой рассказ о моей бане, то вы можете записаться на тестовую пропарку. Оставив свои координаты, телефоны, можете получить, рассчитывать на консультации с грамотным инженером, который у нас работает по теме проектирования этих бань у клиентов.